Богу слава, всего хорошего. Пожалуйста, я очень верующий человек. Без Бога люди плохо живут, они что попало творят. Нет, нет, обождите, обождите. Дело в том, что я просто хотел поинтересоваться. Вы очень верующий человек, наверное? Да, конечно. Я тоже очень сильно верую. Я за свою веру заплатил пяти тюрьмами. Ну, лагеря это ни о чем не говорит. Как не говорит, за слово Божие, сколько людей там обратилось к покаянию пришли. Только не ругайте. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый день. Я вас знаю просто, удивился, честно говоря, извините, удивился вас. У вас каналы в Ютубе, да? Да, большой, во свете Библии. Да, я смотрел ваш канал. Я тоже смотрел ваш канал, когда вы кормили кота, и еще там человек был какой-то. А я много, кстати, видел ваших. Ну, молодежь очень интересуется. Ну, у нас посещаемость 32 миллиона просмотров. Да, да, да. 14 с половиной тысяч роликов, 14 с половиной тысяч у нас роликов там. Да, да, мы в курсе, в принципе, я знаю. Скажите, пожалуйста, понимаете, в нашем мире очень, ну, мало надежды на хорошее. И вообще, я бы очень сильно хотел задать вам такой интересный вопрос, который немножко поможет молодежи веровать в хорошее. Вот, и очень сильно хотелось бы узнать ваше мнение, ваше какое-то, ну, наставление и вообще. Скажите, пожалуйста, в нынешнее время наша власть, именно политическая власть, она как-то зависит от религии вообще. То есть как можно повлиять на нашу власть в зависимости от религии. Когда я смотрю очень плохие видео про нашу христианскую веру. Мне очень стыдно за нашу христианскую веру. Мне очень стыдно слышать, когда... Ну, очень плохие вещи, я слышу. Мне тоже стыдно, например, я мусульман, извините. Мне за нашу веру тоже, как бы, сказали. Очень, да, есть такие вопросы. Помогите, пожалуйста, в наставлении вот в таких вот тяжелых временах. Ну, тогда вы слушайте, что плохие слова только не говорите, чтобы... Нет, нет, нет. Потому что... Нет, мы не ругаем, мы не будем ругать. Нам дано определенное поручение от Бога. Апостол Павел пишет во втором послании к Тимофею. Молитесь за царей, за начальствующих, чтобы проводить вам жизнь тихую и безмятежную. Мятеж – это революция, Майдан. И мы это делаем, мы каждый день молимся. Вот я молюсь, а Господи, пошли добрых миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Усмири, Господи, начальствующих. Дай им добрые мысли. Мудрые законы издавать. И начинаю перечислять их. Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Нурсултана. Тех, которые знаем. И мы молитвой влияем на их жизнь. Я в это верю, глубоко верю. Вот нам больше ничего не с оружием, ничего не можем делать. Я послал им свои материалы. Вот у меня вышло 38 томов книг. Я там видел, в библиотеке у Путина стоят книги. Насчитана Библия у меня была. Что я могу делать? Влиять на власть. Каким образом? Ну, я буду говорить, потому что вы меня спросили конкретно, какое мое мнение. Вот так называемая проблема. Я не люблю это слово, называю нерешенные вопросы. Но самое главное, люди живут бедно. Ну и правда, вот у меня за 35 лет... Это правда, да. 35 лет у меня трудового стажа, у меня пенсия сейчас 8141 рубль 33 копейки. За 35 лет трудового стажа. Я живу нормально, еще голодный, не лег спать. Живу экономно, все посты соблюдаю. Ну, мне хватает этого, я никогда не ропщу. Отец у нас пришел с фронта, вот так руки нет у него. А ребятишек у нас, 5 мальчишек, 5 девчонок, 10. И мы отец с матерью неграмотные, полкласса не кончили. И они никогда не ругали власти, мы этого не слышали. А почему? Мы с 5 лет работали. Отец пас коров, овечек, и мы там на степи вырастали. У меня отношение к этой жизни непотребительское. Я закончил строительный техникум, а мне работать не давали. И я 40 лет делал печи. Ну, нельзя начальством быть. Меня сожжали, меня давили, меня 26 лет мучили. И я остался живой. Я благодарю Бога, знаю, сколько парализованных, сколько голодных, сколько плененных. А я на свободе. Мы с нашей миссией, с Барнаула, дошли до Владивостока, а потом до Лиссабона, Прибалтику, Скандинавию. Посетили 650 городов. И я подарил книги библиотеке мира на 35 миллионов рублей. Конкретно. Вот. У нас народ необразован. Я согласен. Я говорю, а что ты сделал? А что я сделаю? Я сразу вел занятия в пяти университетах, в 13 школах, во всех отделах милиции, краевом отделе, во всех воинских частях, Барнауле, Алтайского края, заводах и пабриках. Сколько людей нашли правильный путь. Я выхожу на проповедь, у меня с собой Святая Библия. Вот она где. Дальше. Люди говорят, у нас сейчас беспризорность, там, 3,5 миллиона. Вы только не уходите так. Это Нургалиев, министр, говорит, внутренних дел. Я говорю, а что вы сделали для этого? Ну, я отвечаю конкретно. Детей много. Бог позволил, мне бы это не сделать. Я образовал православный детский трудовой лагерь. И 45 лет был начальником его. Ни рубля государство не дало. Мы тысячи детей подняли. Вот конкретно, я делаю, ты делаю, давайте, нас 10 тысяч человек, и каждый лагерь образует. Это вот ролики, которые, наверное, я... Да, да, теперь смотрите, говорят, а вот мусульмане, там, все такое, там, это сделали, бороться надо с ними, чтобы не заселяли? Я говорю, надо. А как? Оружием? Да, я говорю, а каким? Любовь. Вот ко мне мусульманин приехал, в прошлом году другие, они принимают веру Христову, и здесь делаются священниками. Дальше, вот говорят, с евреями надо бороться захватили. Ко мне еврея показали, он в моем доме обратился, сейчас православный священник, Наум Израильевич. Вот говорят, в 21 тысяча селения исчезли в России. Я говорю, а что сделал? Ничего. Мы взяли участок земли, получили статус, строим деревню, чтобы человек доказал, не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Тогда мы разговор ведем. А одна единственная деревня сегодня такая, школу построили, храм, дороги строим, пруды приводим в состав. И государство за 27 лет ни рубля не дали. Ну и что? Тем выше награда перед Богом. Вот что ты не скажи. Я скажу, надо в это дело тебе самому войти. Вот заключенные, люди заключенные, такие там воры приходят. А у меня опыт. Я прошел тюрьмы. Поэтому я иду и помогаю там в тюрьме 18 лет. Бесплатно. В университетах бесплатно. Что я назвал? Я нигде ни копейки не получаю. И вот люди выходят из заключения, они меня ищут, где найти, отблагодарить с женами. Я говорю, а кто я? Я козявка. Но вы начинаете работать. Ну, нехорошо, нехорошо, нехорошо. Ладно, Путин плохой. Да мы ездили. У меня мобильный телефон, а при Сталине его не было бы. Как в Северной Корее. Я за все Бога благодарю, у меня радость. Я ежедневно, у меня врагов. Я только заблокировал за последние 7,5 месяцев 7,5 тысяч человек. Против меня 220 роликов примерно стоит в интернете. А это означает, что у меня миллионы друзей. Конечно. Ну, интернет не будем ровнять. Я бы, знаете, с настоящими людьми хотел бы. Вы удивились, когда вы увидели. Я прямо у вас сразу же из меня. Да. Это Бог делает так. Но, знаете, интернет, это не просто интернет. У меня сайт. Если вы зайдете на сайт, во свете Библии сайт, да, и там я отвечаю студентам на 4124 вопроса. 55 пак, разбиты, как плейлисты. Это не просто так. Людям открыть глаза на все. Я отвечаю. Политика, экономика, социология, работа, мусульманство, христианство, царабрячие. Все абсолютно ответы по всем вопросам. Ни на один вопрос не было, чтобы я не ответил. Почему я 56 лет учусь непрестанно день и ночь? Это большое дело. Людям дать направление. Поинтересоваться и вообще попросить у вас небольшого такого жизненного опыта молодежи. То есть вы человек, уже прошедший многое. Дайте, пожалуйста, наставление, которое поможет молодежи нынешней. Хорошо, я понял вопрос. Христианину с еврейскими корнями. Ну, смотрите. Мусульманин. Я понял, понял. Я для обоих отвечаю. Я бы очень сильно хотел услышать слова не то, что веры, а веры в поверие в себя. То, что поможет мне в тех моментах, когда на веру не остается никакой надежды. Я бы очень сильно хотел услышать вашу какую-то рекомендацию, какое-то наставление в самый трудный момент жизни, когда наступает у юного человека, когда он достигает какой-то зрелый возраст, своего зрелого возраста. Тогда, когда он именно очень сильно запутался. Тогда, когда это ему необходимо. Ну, вот представляете, вы говорите, что как можно помочь больному, смертельно больному. Она говорит только, чтобы врача не было, чтобы лекарства не давали. Дайте какой-то рецепт. Ну, что дать ему рецепт? Только одно горло перерезать. Поэтому я говорю, то, что испытал в жизни с молодежью, я не просто, не теоретик я, практик. Вот я по боку идем, а она жена Муллы. Вы знаете, что это такое? Высокое у нее образование, на четырех языках разговаривает, знает. Два высших образования. И она видит, на парапете сидят молодежь, ну, там, лет 15-14. Она ко мне сразу же, отец Игнатий. Она меня зовут, отец Игнатий. Вот скажите им о Христе. Скажите о Христе. Молодежи. Я говорю, да они что, по-русски-то понимают, понимают все. А нет, так она переведет где-то. Другого пути нет. Вот я захожу, меня посадили в камеру, перевели, где одна милиция сидит. Менты называются. Что я могу сказать, когда я никто перед ним? Но я вижу, что он, и он никто. Он не знает путь. Один убил жену, другой на охоте застрелил. А третий, ну, все с оружием связано-то. А я встал в уголок и молюсь. Я молюсь, как мне сказали в одной камере. Вчера, говорит, ночью семь человек с вами вместе молились. Можно мы будем молиться? Я ничего не говорил, я только молился. Я верю в молитву к Богу. Единственный способ. Мы приехали, книги привезли, а мужчина... А мужчина и говорит. Я сейчас отвечаю вам. Он говорит, а вы что привезли? Я говорю, книги. Вы автоматы привезите, эту власть свергать надо. Я говорю, нет. На место одной власти придет еще хуже антивласть. Вот как. Надо для Бога трудиться. Я работаю с молодежью, правильно, со студентами. Если я в университетах веду занятия, это молодежь. И я ей говорю только одно. Уверуйте в Господа нашего Иисуса Христа. Живите по Его святым заповедям. Другого нет выхода. Это я скажу хоть мусульманину, хоть кому. Почему? Потому что Христос умер за наши грехи, а не кто-то. Другого имени под небом нет, кроме Иисуса Христа, чем мы можем спастись. Деяние апостолов, 4 глава, 12 стих. И поэтому с молодежью я все время обращаюсь. И они спрашивают, какая специальность. Я говорю, первая специальность, самое важное, это сельское хозяйство накормить. У нас 21 тысяча сел заброшено намертво. 10 тысяч на ладан дышат. Берите участок земли. А кто? Никого нет. Мы единственные пока. Второе. Второе. Трикотаж. Когда одежду шьют. Учитесь это. Третье. Строительство. Тело надо скрыть. Вот три. А остальное сто. Строительство. Это третье. Я как раз на третьей ступеньке стоял. Строительный техникум окончил. Трикотаж стараетесь. Да. Я инженер-технолог. А меня направили работать в МВД строго режимный лагерь. До армии еще. Я эту систему знаю. И ничего человеку не поможет. Он говорит, меня несправедливо посадили. Что я могу сказать? Ну что, проклятая власть, давай пойдем морды бить им или стрелять. Я говорю так, знаешь, Иев пострадал. У него 10 детей, и в один день всех убили. В один день. Это перед псалтырью книга такая и есть. Он был самый богатый на Востоке. На Востоке как раз жил. Разбойники там Гитлера, Наполеона нашли, на него все растерзали. А его Бог допустил, чтобы сатана покрыл проказой. И он говорит, Бог дал, Бог и взял. А потом Бог вернул ему в два раза больше. И 10 детей опять были. Вот как. Это пример. Бог. Если нужен выход. Только вот у меня трудная обстановка какая-то. Я сразу удаляюсь куда-то. Это мне 5 лет ребенок был. Мы бедно-бедно жили. Ну, 10 ребятишек. Отец инвалид, неграмотный. Ну, что ты догадываешь-то? И все в план забирали. Мороженую картошку весной где найдем, да лебеды. Там хоть с чем-нибудь как-то. И ни одного ребенка больного нету. Мне вот 80 лет, я еще одной таблетки не съел. Это Бог делает. Да, вера, конечно, вера. Ну, не каждому, конечно. Вот, я с молодежью когда. Знаете, я хотел бы все наше такое общение разукрасить немножко фамилиями. Фамилии, которые нам в чем-то запоминаются, в чем-то упоминаются в летописях каких-то. Я бы очень сильно хотел поинтересоваться, как у вас, человека начитанного, который, может быть, слышал еще, фамилия Сулико. Это чье происхождение вообще? И когда-либо вы бы слышали бы о такой фамилии, ну, и хотелось бы вообще узнать. Не знаю я. Я знаю, что это очевидно грузинского происхождения. О, да. Я конкретно, вы скажете, а какие вы знаете люди, христиане, я сразу назову физиолога Павлова Ивана Петровича. Понимаете, дело в том, что я просто поинтересовался к тому, что у меня дедушка, он был, он воевал во Второй мировой войне, он остался без двух ног. У него фамилия была Сулико, мой отец носит фамилию эту Сулико, и я ношу, продолжаю. Но на связи с обстоятельствами последними у меня нету доверия к этой фамилии, потому что отец очень плохо поступил с моей мамой. Вот, и поэтому я очень сильно надеюсь в веру в свои фамилии, веру своему дедушке и всего остального. И поэтому хотел поинтересоваться. Что? Уж как мне поступить в таких случаях? Какой вывод мне сделать? Слушайте внимательно, внимательно. Написано, не судьи. Когда моя мама лежит при смерти. Я вам отвечаю, вопрос понятный. Заживо и уходит к другой, более молодой. И я вам хочу еще подчеркнуть одну вещь, то что я понимаю, что отцовские гены перешли ко мне. Я очень плохо отношусь к женщинам. Я обманываю их на деньги. Я обманываю их на... Ну, еще на какие-то такие вещи, в которых мне стыдно сейчас вам признаться. И я бы хотел уточнить у вас, как мне поступить. Я вам сказал, вопрос понятен. Я знаю, истина, конечно, придет к этому. Но правда у всех своя, я хотел бы знать. Покаяться и все остальное. Я буду слышать от вас это все. Но я хотел бы уточнить. Это какая-то ненависть. Я отвечаю вам. Или я действительно потомок того, что мой отец породил? Возьмите, вопрос задается коротко. Понимаете, вопрос коротко. Вы четыре раза одно и то же повторяете. Я уже давно бы ответил вам. Никакого отношения к этому вы не прилагаете. Просто с отцом содержите хорошее отношение и с матерью. Вы положение не выправите. Нарушите, написано, чте отца и мать. Не будь врагом, иначе ты проклят будешь. Не написано, когда отец хороший. Какой бы ни был, чте отца. Он ушел к молодому, он за это ответит. А ты заботься о нем, на какой он есть. Примирись. Что говорил неправильно, там и мать люби, и отца люби. Другой заповеди нету. Да я каждую ночью с ней очень... Смири себя, смири. Спокойся, тем более вы женщина. Женщина это смерть. Она горше смерти. Какие от нее деньги? Через женщину все мы погибаем. Ева согрешила, и за это уже умерло больше ста миллиардов людей. Мы все умираем из-за женщины. А вы, я, женщина, да зачем они вам нужны, эти женщины-то? Чем вы лучше тогда отца? Вы думаете о том, как не подать соблазн своей жизнью. А с отцом проще всего, он родной. Вы знаете, ваш законный отец. Подойди к нему, обними его и скажи, отец, хоть ты и не прав, но мне сказали, по заповеди Божьей, я должен тебя любить. Я скажи, с другого пути, с этого пути сходить не хочу. Пусть у нас будут добрые отношения. Давай помолимся вместе. Отца призови к молитве. Ну, мне очень стыдно. Опять? Ну, тогда не спрашивай, не лукавь. В последнее время я очень плохо, грубо и неуважительно общался с отцом. Это проклятие на людях. Проклят, кто злосует отца и мать. Запомните, я вам говорю, вы спросили. Мы не случайно встретились. Перед тем, как в щад опуститься в рулетку, я помолился, и за меня люди молятся, чтобы вы сегодня вышли на меня. И вы вышли. Подойдите не завтра, а сегодня к отцу, пока он живой, чтобы потом не раскаиваться. Обними его и скажи, отец, я поступок твой одобрять не могу, это моя мама. Но я сын, я должен почитать тебя, по слову Божию. Обними его и поцелуй, поклонись. Не могу, гордыня. О, а для гордыни от дьявола. От дьявола. А ты, матери, скажи, мама, папа поступил или отец, тятя мы звали. Поступил неправильно. Ты его прости, мама. Потому что мы на суд Божий идем. Мама простила, я не могу. А ты-то еще, тебя вообще ничего нету, не теряешь. Ты сам-то хуже отца еще. Нашел себе тоже судья отцу. Да кто ты такой? Чего ты? Стыдно в этом признаваться. А вы заметите, Ян Златоуз говорит, сатана все опрокинул. Грех творить стыдно, а здесь показывает органы половые, все показывает. Вот здесь вот, в этой рулетке-то. А раскаяться свободно. А сатана сделал, наоборот, грех делаем. А покаяться стыдно, он перевернул все. Ты сегодня же приди к нему, пообними его, говорю, и скажи, фамилия твоя мне досталась. Я благодарю Бога, что я от тебя произошел. И здоровый я родился, это от тебя. Что не так было, прости меня, отец. И ты увидишь, как у тебя изменения наступят в душе твоей. Ты о себе побеспокойся, ни о ком-то. Не простишь отца, ты можешь погибнуть. Написано, если молишься, ты принес жертву. Сначала положи ее, пойди примирись. Если знаешь, кто-то на тебя имеет что-то. Вот как. Не знаю, смогу ли я. Сможешь, со Христом скажи, Господи, Иисусе Христе, я не могу. Но ты помоги мне, Господи, возьми меня за руку, подведи к отцу и наклони мою гордую шею. Я очень сильно верую. Ну да, веришь ты. Я действительно, искренне верую в Деву Марию. Потому что настолько сильно люблю мать, что я именно верую, наверное, в какие-то, ну, женские какие-то. Я не знаю, как это все. Вот понимаете, вы сами себе оценку даете. У нас тут один знакомый появился из мусульман такой. Я больше всех знаю, ни друзей, никого нету. Один живет. Где бы ни работал, с работы выгонят. А я знаю, я такой плохой, такой плохой. Ты себя осуди. Ты отца родного судишь. В тебе мира внутри нет. Я осуду именно себя. Я за тот поступок говорю, что я очень плохо с ним обошел. А вот поди и поправь. Пока у тебя дыхание в ноздрях, еще. Пока глаза смотрят, не завтра, а сегодня пойди. Если он далеко, позвони ему и скажи, я каюсь в этом. Не просто каюсь. И не напоминай ему ни одно злого дела отца. Ты ему не судья. Он тебе судья. Если ты против отца говоришь, ты хам. Называется хамов грех. Хамьё. Да, я это понимаю. Это хам. Хам Ноя не закрыл наготу. А ты его открываешь. Прости меня, Господи. Где я тоже отца поступил неправильно. Я прошу Господа. Прости меня, Господи. Совесть моя судит. Отца-то нету теперь. Ну, дело в том, что ведь я же понимаю, что он-то спутался с нехорошей женщиной. Все, не надо дальше, не надо. Ну, понятно, что он не гусиху обнимает. Не жену страуса. А скажи, моего дела там нету. Ты сохрани себя с любовью. Кого ты можешь научить, когда внутри у тебя кипит все там? У меня вера большая. У тебя совсем веры никакой нету. Вера была бы, ты говорил, я мать люблю. Любовью к матери не прикрывайся. Веры нету. Господь говорит, какой бы ни был грешник, приди, я прощу. Прости нам, долги наши, как и мы прощаем. Это означает, ты мне не прощай, потому что я отца не просил. Ты в ад пойдешь. Тоже мне вера у тебя. У тебя веры совсем нету. Господь говорит, как ты обращаешься, так я с тобой буду обращаться. Ты как лев обращаешься. И я для тебя львом буду. Не люди судят, конечно, но спасибо большое. У нас говорят не спасибо, а говорят спаси Христос. Спаси Христос. Спасибо огромное за... Спасибо, Алексей Игнатий. Очень рад был вас видеть. У нас говорят не спаси Христос. Спаси Христос говорят. Не спасибо. Спаси Христос. Спаси Христос. О, да благословит вас Господь. Сегодня же примиритесь, и вы поймете, как у вас внутри радость будет такая. И скажешь, Господи, какую ты встречу мне сегодня назначил. Я молился, и Бог на вас вывел. Это Божья встреча. Я ему тоже наставление скажу. Я ему буду говорить. Я очень... Я, наверное, буду... Честно, отец Игнат, я ему говорил до этого только... Я очень много... Я же говорил тебе. Я же говорил... Так, вас как звать? Звать как? Меня Мурат. А вас... Женя. Женя. Так вот, смотрите, если у вас будет желание побеседовать со мной, только запомните, Игнатий Лапкин в скайпе, и вы ко мне придете. По Москве с четырех до четырех. С четырех утра до четырех вечера. Хорошо. Вот. Вы можете вместе с Муратом зайти. У вас товарищ-то какой? Он поддерживает вас? Да, он всегда поддерживает меня. Молодец. Я рад, что вы встретились, Мурат. Я очень плохо отношусь к таким вещам. Не надо. Ты всегда считаешь себя виновным. Я виновен. Я заблудился. Я просто очень сильно заблудился. Ты скажи, я виновен. Все слова забудь. Я виновен. Господи, прости меня лбом в землю. Да лбом в землю. Господи, прости меня. Кого я взялся судить? Хам несчастный. Отца родного судить. Я говорю отец Игнатий. Я ему говорил... А вот заметь, у мусульман, как они Аксакалов любят. Аксакалов у них в почете. Нам, мусульман, поучиться надо. Ну и мусульман есть, чему поучиться. Да, смотрите. Честно говоря, особенно последний. Я родился, наверное, в то время. Вот Расул Гамзатов пишет стихотворение. Там аул у них. И он с поля пришел, отец. Ой, горе-то какое. Горе. Сын мой, сын мой. Горе. Люди собрались. А что, зверь растерзал? В ущелье упал. Ну что с сыном-то было? Он говорит, страшно сказать не могу. Кое-как добились. Сын мой. Сын ударил меня. Ударил. Кажется, небо, горы задрожали. Люди. Сейчас же мы его убьем. Он говорит, нет, подождите. Дело в том, что я на этом поле оскорбил моего отца. И тоже ударил. А отец, говорит, побреднел и сказал, сын, я не проклинаю тебя. Но я хочу, чтобы твой сын с тобой так же поступил на этом поле. Чтоб ты понял, что ты сделал. Вот что. Я понял. О, какая мудрость. Восточная мудрость называется. Мурат, обними его, тряхни его. Конечно. Я ему, честно говоря, всегда ответил, а я ему говорил. Вот не соврать. Говорил же, Женя? Честно скажу, гордость. Гордость. А вы знаете, как ваше имя переводится, Евгений? Благородный. Ага. Так будь благородный, а не свиньей. Согласен. Слава тебе, Господи. Я очень рад, рад, что мы встретились. С Богом, с Богом. Спасибо большое. Аллилуйя. Во славу Христа. Богу слава. Христу слава. Аллилуйя. Христос. Да. До свидания. До свидания.